Прелимы начинаются в 17.30 по МСК. Главный карт, который открывает Боян Калаева, а затем Чимаева, в 21.0 по МСК. Бой Махачева примерно в 22.20, 22.30 по МСК. Лучше все-таки заранее включить. Лайк, если помог со временем начало турнира. Ислам Махачев против Дэна Хукера. Уже, блин, сегодня? Друзья, с вами Страйкер, и сегодняшнее видео будет посвящено итоговому прогнозу на бой Махачева и Хукера. Многие из вас мне начали писать в директ, что я сильно недооцениваю Дэна. И в этом ролике я расскажу про исходы, при которых в теории у Хукера могут быть шансы повыше. А также мы снова рассмотрим несколько вариантов окончания этого поединка. Не забывайте, пожалуйста, про лайк и комментарий из четырех слов. А также про подписку с колокольчиком, чтобы не пропускать ничего интересного. Окей, мы начинаем, погнали. Окей, как мы помним, этот бой состоялся в первую очередь. Из-за того, что Рафаэль Доса не стравмировался и снялся с поединка против Махачева. Казалось, что Исламу вновь не найдут соперника. Но ему его нашли, и новый партнер по танцам оказался в разы лучше предыдущего. Молодой, опасный шестой номер рейтинга Дэн Хукер. Настоящая угроза, который хорош как в стойке, так и в партере. Атлетически одаренный боец. Но сможет ли он совладать со столь мастеровитым спортсменом, как Ислам? Восемь побед подряд. Минимальное количество пропущенных ударов из всего топа весовой категории. Буквальный переезд противников почти в каждом бою. Но стоит отметить, что лишь один из них входил в рейтинг на момент встречи с Исламом. И это Тиага Мойзес. Есть ли вина Махачева в этом? Конечно же нет. И в это же время нужно понимать, что первая серьезная проверка для Ислама это Дэн Хукер. Который уже продолжительное время закрепился в топе этого дивизиона. Мне кажется, что если Махачев побеждает новозеландца, ему необходимо все равно провести еще бой перед титульником. Возможно с Дарюшем. Окей, об этом нужно будет рассуждать после поединка. Вдруг Хукер вообще обсетнет? И есть ли у него шансы на это? Сейчас выясним. Не так давно Хукер на медиа дне сказал, что является более универсальным и укомплектованным бойцом, чем Ислам. Но думаю, что это не так. Мое мнение, единственный аспект, в котором Махачев уступает оппоненту. Это ударная техника. Именно техника. Во всем остальном, как по мне, он лучше. И здесь даже речь идет не о корялости Ислама или что-то такое. Нет, дагестанец, отлично универсал. И в боях не против таких мастеров ударки, как Хукер. Он может работать в стойке. Давайте отдадим должное навыкам Дэна. Он отличный ударник. Мы уже разбирали неоднократно, из-за чего Ислам считается более лучшим технарем в плане стойки на фоне Хабиба. Но чем может воспользоваться Хукер? Камон, ребята, не думайте, что это хейт в сторону Ислама. Просто мы знаем, как он может выиграть этот бой. А как выиграет Дэн, это уже интересный вопрос. Как по мне, все должно быть заточено на ударах по корпусу. Да, именно излюбленные удары по среднему этажу. В последних боях мы видели, насколько эффективны эти удары. Многие недооценивают бодипанчи или кики и рассуждают, что они являются более безвредными для организма. Но нет. Атакуя Махачо последнему этажу из раза в раз, он может сбивать дыхание последнему. И еще активничая в партере, возможно в теории даже утомить дагестанца. Ну кто знает, мы же говорим об этом в теории. Плохая весосгонка, неправильная акклиматизация, все может быть. При этом Хукер вполне может прорабатывать в тайском клинче свои жесткие колени. У него большие руки, общий рич, тяжелый НИ может зайти как по маслу. Но в принципе, кроме таких вот замечаний, я даже не знаю, что Дэну ловить. Зацепить Хуком у него вряд ли выйдет, так как Ислам будет действовать максимально аккуратно. А такие удары могут не только принести пользу, но и вывести в дальнейшую нокаутирующую комбинацию. Махачо, чтобы избежать этого всего, нужно действовать в классическом стиле. Как было, к примеру, с Дрюй Добером. Постоянная атака тэкдаунами, подсечки и так далее. В ударке получше, конечно же, Хукер. Но очевидно, что Ислам не даст ему спокойно работать на ногах. Окей, опять же, это, блин, не хейт. Сейчас начнутся всякие комментарии, что я топлю против Ислама и так далее. Хотя в этом бою я за него, и Хукер мне вообще никак не импонирует. Но всегда в поединках, в первую очередь, интересная интрига. И именно ее мы стараемся рассмотреть. Как будто вы все не понимаете, что будет делать Махачев. Это ровно так же, как с Хабибом. Все знали, что будет делать Нурмагомедов. Но никто не мог с этим совладать. Ислам вряд ли будет начинать с заходом в дальнюю ногу, как это делал Хабиб. Конору не хватило пару сантиметров, чтобы попасть жестко коленом. О колене Хукера нам известны. Нет, Махачев будет клинчевать Дэна, зажимать к сетке и делать классические зацепы и броски самбо. Что может предложить Дэн внизу. ХЗ его даже паре контролировал в некоторых моментах. Возможно, только накинуть гильотину. И то, если Махачев будет работать через приводы с клинча. У него просто не будет моментов, когда получится накинуть этот удушающий. Очевидный, явный фаворит Махачев. Исходя из того, что кардио явно не прибавляется, когда на тебе лежит 80-килограммовый мужчина. И при этом он бьет тебя в лицо и старается придушить. Хукер не фаворит выносливости. И в ментальности, как по мне, тоже. Единственное, это то, что Дэн может больше рисковать. Как говорится, войти на все деньги и попробовать срубить Махачева. В противном случае, как минимум в моей голове, нет картинки, при которой Дэн выигрывает в этом бою. Примерно поединок я уже описывал. И думаю, что даже далекому от спорта человеку ясно, что суть геймплана Хукера – достать ислама. Или же надеяться на проход в две ноги. И там сабнуть гильотиной. Но давайте разберем более интересные исходы, нежели просто обычная победа Махачева. Во-первых, это полный бой, нет. Мне кажется, что либо Хукер просто сломается под давлением и будет задушен. Либо сломается под давлением и будет задушен. Честно, шанс есть всегда. Но я не сильно верю в шанс Дэна. И если у вас другое мнение, такой исход лучше. Еще тотал раундов 2,5 меньше. Рисковый вариант. Но, блин, Махачев такой огромный фаворит, что даже неинтересно делать разборы без таких тычков пальцем в небо. И еще победа с Абмишном Адагестанца. Вот такие вот уже 4 исхода от меня в этом бою. Согласны ли с моим мнением или нет, друзья? Хочу услышать ваши прогнозы в комментариях. Интересно порассуждать. Ребята, не выключайте видео. У меня есть небольшое приложение к вам. Давайте вы перейдете в мой инстаграм и подпишитесь на него. А я взамен гарантирую вам неплохое времяпровождение. С помощью интересных сториз, публикаций, анонсов и, конечно же, прямых эфиров. Но взамен вы должны проявить адекватность. Хейтеры отправляются моментально в ЧС. Жду вашу подписку, друзья. Ну что же, ребята, вот и подошел ролик к концу. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно поделитесь всем с друзьями. Многие недооценивают, насколько важен репост. Поэтому судьба канала в ваших руках, друзья. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео.